Готово, ребята, давай со всей дури. Федан, ты что сделал? Так в инструкции так было написано. Друзья, привет. В последнем ролике лифт плюс 50, первый выезд, повредили машину. Я вам показал, как у нас оторвался динамический трос, когда я вытаскивал Туарег. Динамический трос у нас развязался, прилетел трос и замял мне пятую дверь, заднюю крышку автомобиля. Удар пришелся без железки, чисто динамка, то есть чисто тряпочная часть пришла сюда. Но так как он растягивается, удар был сильный, сами видите, как он мне ее замял. То есть получилось такие крылышки сюда, то есть вмялось и повредил бампер. Тоже надо будет его заменить. Так вот, мы решили, думали, быстро найдем на авито бэушную дверь, потому что мне сказали, что править проблематично такую дверь. Вот, мы решили бэушную, думали нормальную бэушную, сейчас купим быстренько, она уже грунтованная там или окрашенная, да. Быстренько закрасим, поставим и все будет в цвет у нас. На авито зашли, давай смотреть, ну не то что авито, а любое объявление, которое есть там, задняя крышка, пятые двери, стали искать. Вот, в Оренбурге на авторазборах у нас посмотрели варианты, короче, гнилая дверь, прям дырки вот такие вот, 9 тысяч рублей. Мы говорим, вы что охренели, 9 тысяч рублей за что? Новая дверь, неокрашенная, неокрашенная, минимальная цена 12 тысяч у нас в городе Оренбурге. Бэушные двери есть в других регионах, но это плюс доставка, короче, это получится дорого. Окрашенная дверь, металлическая, стоит примерно 17-18 тысяч рублей. И мы стали думать, как поступить, все-таки сумма-то не маленькая, вот представьте, 17 тысяч, да, бампер задний, заводской, 5 тысяч рублей примерно будет стоить. Вот, даже если не окрашенная, пусть подешевле, но все равно, если даже покупать краску, это все будет стоить денег. Вот, посчитайте, 17 плюс 5, 22 рубля, то есть просто по катушке 22 тысячи рублей я попал сразу, да. Ну, вы знаете, что на ютюбе монетизации никакой нету, то есть все это я оплачу со своего кармана. Монетизации нету потому, что санкции и прочее, то есть ютюб закрыл. Раньше было хоть как-то там мне на бензин, на что-то, а сейчас чисто вот мое хобби превратилось в то, что вот я вам показываю про свой автомобиль, как это все получается. И для меня это очень накладно и дорого, по крайней мере, вот такие вот траты. Ну и стали мы искать какие-то другие варианты. Стал я в группу, у меня есть группа, да, не забудьте подписаться на телеграм-канал Нива 007. Там выходят, вот сейчас я буквально снимаю и уже через 5 минут в телеграме Нива 007 можете узнать о каких-то моих событиях. То, что вот я там получил и то, что случилось. Потому что вот этот ролик выйдет там, ну, говорю, через неделю, через две, может через месяц, да. В телеграм-канале вы узнаете все мгновенно. Писал я в группе нашей, говорю, ребята, кто чем пользовался, где, как купить и прочее. Многие мне написали, что есть, говорит, пластиковые двери, вот, есть со стекловолокна. Ну, стал я интересоваться, что это такое пластик или стекловолокно. Со стекловолокна, как мне писали, у нас в группе ребята катаются со стекловолокном. Кто-то, говорит, менял по гарантии, кто-то, говорил, там, слаивается что-то. Кто-то писал, что нету технологических отверстий со стекловолокна. Многие говорят, давай с пластика сначала как-то, знаете, прям вот реально, что, блин, ну, как я думаю, пластик, пластик, что такое пластик, да. Как он будет держать, как эти вот упоры гнется, не гнется. Все, стал смотреть, интересоваться. Как оказывается, город Самара, Тольятти, да, очень много у нас кооперативных производителей, которые в гараже. Я сейчас поймете про это, что говорю. Вот бампер задний. Я покупал его у некрашенной в магазине. Вроде бы цена такая была адекватная, подешевле, да. Купил, стал его ставить. Здесь вот такой болт. Там вставил, стал натягивать, а он не идет. Вот смотрите, вот здесь я все отрезал болгаркой. Болгаркой отрезал, чтобы он более-менее поместился. То есть, кое-как я его натянул, поставил. Думаю, как так? А потом я только узнал, что многие магазины работают не с производителями, а работают с гаражными ребятами, которые производят в гаражах. Люд пластик. Вот вам пример. То есть, он, да, похожий на нормальный бампер, но по размерам он не подошел. То есть, он маленький. Я, как и говорил, что опиливал его болгаркой, пытался увеличить размер, но, к сожалению, так и не получилось. Но так как я его купил, пришлось поставить. И вот он меня здесь натер, там натер. Потому что это у меня уже третий бампер. Когда покупаешь заводской бампер, он встает в размеры прям вообще красавчик, идеально. То есть, и зазоры везде получаются, и с боков. Но здесь нет. Так вот, про что я говорил. Что многие гаражные ребята, которые производят пластиковые двери, со многими я списался. Те говорят, о, давайте там, типа, сотрудничать. Вот. И я подумал, что лучше искать производителя. Начал мониторить интернет, кто делает производителя. Нашел я производителя пластиковых дверей. Ну, они там не только пластиковые двери, там крылья делают. А разные автомобили. Говорю, у вас как там все гарантии есть. Вот пришла мне задняя дверь. Пятая дверь на Ниву 2131. Вот написано. Дверь Нива. Цвет кориандр. Окрашенный. Оренбург. Вот в такой посылочке приходит. В деревянной. Я с ними списался. Цена двери окрашенной 17 тысяч рублей. Ну, в принципе, плюс-минус то же самое, что купить заводскую металлическую дверь, да, окрашенную. И пластиковая дверь. И ценник почти один в один. Ну и со многими посоветовались. Вот. И решили поставить вот такую дверь. Посмотрел у этого производителя ролик. Сейчас я вам вставлю, вы его видите. Первый антивандальный тест. Сильнее. Сильнее. Отлично. Итак, теперь мы прибегаем к тяжелому инструменту. Сначала молоток. Вот он, молоток. Стоп. Итак, смотрим. Обратите внимание, что все удары сдемпфировались отлично. И то есть поверхность ABS пластика не повредилась. Посмотрите. Нету никаких вмятин. При металле это бы уже давно все погнулось. И пришлось бы отправляться в гости к рихтовщику. И теперь более массивный инструмент. Вот. Такой полу кувалда. Полу топор. Поехали. Стоп. Как видели, да, на этом ролике брали молоток. Вот эта вот дверь стоит у них, да. Они били, пиннали. Потом кувалдой били. И то, что повреждений нету. Она как демпер все отражала все удары. Даже краска не полопалась. Вот. Я подумал, что, наверное, так я ее закажу. Так вот, с ними посоветовался и заказал. Вот. В цвет они мне покрасили. Еще, как видите, не вскрывал. Сейчас поедем, вскроем. Посмотрим, попадает цвет, не попадает. И почему именно у производителя? Потому что производитель, так же, как и бампера, которые производят какое-то, ну, большое у кого производство, у них с размером попадают. Даже если я купил бы подешевле, возможно бы, пятую дверь, у какого-то гаражного кооператора, да, она, возможно, придет, она будет кривая, или там не будет подходить, или здесь не будет подходить. Правильно? Поэтому вот я решил именно вот спроизводить. Так вот, помимо этого, я заказал себе спойлер. Вот он лежит. Спойлер, он примерно как-то вот так вот идет. Я говорю, не разбирал, пока, ребята, не знаю. Тоже все, тоже он покрашенный в свет. Вот это вот все примерно со спойлером. У них, я посмотрел производство, у них все этапы производства есть. Это, я бы сказал, нелегкая работа производить. И спойлеры, тем более, у них шаблоны там все вот это вот есть. Они все это сами опиливают, обтачивают и красят. И должно все подойти идеально. И спойлер, чтобы ставить, не нужно там сверлить какие-то дырки, вроде как там на двухсторонний скотч и на герметик. Ладно, поехали разбирать и будем смотреть с вами. Распаковываем самую легкую часть. Ну, интересно, конечно, попали они в свет, не попали в свет. Это называется спойлер. Сейчас тут прям приват мы его распакуем. И посмотрим, как прикладываю. Ну, как-то вот так, наверное. Вообще классно, смотри. Не, пониже опусти. Все у меня прям. А, вот, вот. Ну да, смотри. А в цвет, да, попал? И в цвет, и классно смотри, и в сама форму красивая. Ну, а тут получается аэродинамический и как раз очищать будет стекло, да? Да, 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 не будет запаливаться, да. У них же проблемы, получается, закидывать сюда. Ну да, здесь постоянно стекло у меня закинуто. А у тебя крыша длинная получается? Ну да. Ну а что, прикольненько смотрится. И что, ты и правильно сказал, без самореза на скотч клеить? На скотч? Да, на двусторонний скотч. Ну все, ладно, это уже радует. О, слушай, а сколько она весит-то? Смотри, она легкая вообще. Да, смотри, даже скотч не тянет. Да. Прикол. Так, что у нас тут? Ну, упакована добротненько, да? Слушай, а сколько она весит-то? Я даже не знаю. По-моему, сама коробка тяжелее, чем... Как говорится, что мы, что вы видите все это впервые. Итак, первое впечатление. Смотрите, все технологические отверстия, все присутствует. Болты для крепления замка, электродвигателя. Идет масса, потому что в пластик как бы массы нету, а тут идет специально для электродвигателя. Так, тут все зажато, зажато. Здесь металл. Вот он, металлический. То есть, как я смотрел их ролики, идет там металлический каркас, залитый в пластик. Вот, давай перевернем, посмотрим, что там. Блин, она легкая. Так, ну кто понимает, смотрите, вот. Зеркало. Да, зеркало. То, что пластик, я бы не сказал, что это пластик-фидан. Пусть очень качественные. Да, я согласен. Я думаю, что по установке у нас вопросов не будет вообще. То есть, каких-то там перепадов, чего-то такого глобального нету, да? Смотри, под ручку, под дворник отверстия, под брызгатель, под, как это называется, да, подсветка номера. Ручка. Ручка. Ну что, самое главное, она легкая. Представляешь, а если двери такие еще установить, да? Ну вот, пока-пока, плюсики. Здесь в комплекте идет, смотрите, какие-то болтики, резиночка. Вот, смотрите, заводская крышка стоит. То есть, металлический упор. Вот они идут, провода с электричеством. И трубка подачи воды. Здесь все тут то же самое. Для крепления, для подачи, для проводов и металлический, для упора. Разбираем крышку, ну, минут 10. Вот мы вдвоем, буквально, в принципе, открутили. Сейчас уже моторчик дворника сняли. Провода вытащим. Вот, открутим. Здесь открутим. И, в принципе, все. Что это такое? Заводская штучка у нас выпала. Стал искать, от чего и... Ну, я думаю, что от удара она, конечно, троса. Но смысл в чем? Она приклеена на просто голый металл. То есть, приклеили, а потом сверху закрасили. Вот он, видите, металл. И внутри уже немножко ржавчина есть. Начали снимать стекло. И фидан в ужасе, то, что под резинкой у нас... Машинка свежая. Да, и под резинку у нас, ребят, гниль ржавчина. Это, то есть, получается у нас и под лобовым стеклом такая же стерня. Получается, него надо купить, снять стекла, мобилем обрабатывать и потом ставить, да? Ну, вот смотри, вот, я вижу, вижу. Вот, сыпется вещь. Машина. Ну, это лопина от того, что трос. Видишь, там уже черный. Ну, вспучивает, не имею в виду, да? Да, вон, гниль. Да, основья надо снимать, промазывать и ставить только так, получается. Внутри еще хуже, смотри, я не знаю, почему смотри-то, смотри. Ну, здесь конденсат, я думаю, смотри. Он по всей площади. Не знаю, но я думаю, конденсат. Все, мы крышку сняли. Вот такое вот крепление здесь, металлическое. Ну, и проверим по весу. Вот, смотрите, заводская металлическая. Успокаивайся. 10, ну, 10 килограмм. Вот, 10,1. 10 килограмм. Пластиковая крышка. 7 килограмм, 6,9. На 3 килограмма легче. В комплекте с этой крышкой вот такие идут. Под шестигранник. Сейчас покажу. По резьбе подходят, нет? Сразу проверим. Все, видите, по резьбе все подходит. Сейчас будем устанавливать уже пластиковую дверь. Оттягиваем потихонечку, наживили. Здесь, здесь, сейчас будем затягивать. Здесь тоже стоечки. Первое прикрытие, давай посмотрим. Первое прикрытие. Ну, и что? Слушай, ну, отлично. Отлично. Нет, самое главное, по цвету. Мне кажется, попали они, да? Ну, тут еще и свежий красный. Это и старый. Да, уже подгорел. Так, ну, пока нормально. Все, собираем дальше. Так, подходит и подходит. Как здесь и было. Да. А тут уже шли с ними. То есть в крышке уже. Свои были. Да, вот такие вот они идут, длинные. Сейчас мы все соберем. Все, для номера просверлили. Обычное сверло. Вот так вот крышка смотрится. Стекло поставили. Все, отлично. Помыть, до собрать. Все закрывается. Все нормально. Спойлер будем ставить завтра. Так, и да, потратили мы с тобой часа полтора, наверное, да? На установку. Долго стекло снимали, долго вставляли. Аккуратничали, аккуратничали. Ну да, аккуратничали. Есть твои нюансы, как говорится. Все, в принципе, работает. Все закрывается. Ну, как кровь, и да, сейчас вот вам покажем. Вот у нас старая крышка стоит. Вот она металлическая. Вот новая. То есть она вот таким образом. Оп. Здесь просто завтра додособеру. Там надо брызгалку поменять. Вот. Ничего не гнется. То есть вот все, все, как и обычная крышка. Вот. Виталий, подожди. Давай самое главное. Давай самое главное. Ну, а теперь, ребята, закрывается. Давай, закрывай. Теперь самое главное. Как тест производитель заявлял, что кувалдой бьет, и ничего не происходит. Готово. Я знаю, вес, наверное, такой же у них там был. Да. Готово, ребята? Давай со всей дури. Хочешь херать. Федан, ты что сделал? Так в инструкции так было написано. Я надеюсь, вам понравилась наша шутка. Как мы с Феданом пытались ударить. Тоже придумали для вас, чтобы было интересно посмотреть. Естественно, мы не будем пробовать бить там кувалдами, там пинатью, да. Все-таки денег стоит. Ну, и жалко. Вдруг она и выдержит. Но жалко. Денежки-то свои, как говорится. Конечно, за ваши деньги я могу и попробовать взять кувалду и стукнуть. Если интересно, номер карты там будет в описании. Итак, уже прошло время много. Уже, видите, у нас похолодало. Я в свитере уже оделся. Буквально почти месяц, наверное, около месяца прошло. Как я установил, то есть я сейчас уже могу сказать плюсы и минусы пластиковой двери из АБС. Первое, что я заметил, дверь перестала у меня скрипеть. На заводской двери скрип был постоянно. На это я поставил, скрип перестал. Тот же самый замок стоит. С чем связано, не знаю. То, что легче может быть. Может быть, то, что замок как-то там по-новому поставили. По открыванию-закрыванию пятой двери из пластика никаких плюсов или минусов нет. Как та открывалась-закрывалась, так и эта открывается-закрывается. То есть, поездив месяц, могу сказать смело, что производитель, авторитет, пласт плюс, это производитель вот именно пластиковых изделий, не только задних дверей. Как видите, я уже установил спойлер. Сейчас про него расскажу. Капоты производят, крылья производят. Не только на него. Там ссылочка будет в описании. Можете перейти, посмотреть на все любые модели. На Газели, как я так смотрел примерно. Но, в принципе, мне было это неинтересно. Поэтому я смотрел именно на свой Неваз. Выйдите на их страничку, закажите. Вот все пришло. Как сами видите, спойлер и задняя дверь мне пришли в цвет. Цвет совпадает. И, как заметить, у меня появилась новая наклеечка. Решил, что так будет интереснее, покрупнее, больше заметнее автомобиль. Спойлеру. У них в инструкции написано, что нужно крепить его на двухсторонний скотч и плюс стекольный герметик. Мы этого не стали делать. Мы заклеили по бокам и среднюю часть на двухсторонний скотч 3М. Держится жестко. Не знаю, если отвалится в зимний период, конечно, мы приклеим его на стекольный герметик. Плюсы спойлера на данный момент пока не вижу. Но, возможно, по трассе, когда в зимний период, когда дождь, когда пыль. Возможно, поток воздуха будет заходить и очищать стекло. Но это нужно все проверять. На данный момент, говорю, просто как красиво, наверное, да, такой деталь определенная дает внешность. Давайте сейчас я вам ближе покажу. Перейдем. Покажу за спойлер. Покажу зазоры на дверях. И с вами детально посмотрим. Ничем не отличается от заводской металлической крышки. Все ровно, все подходит, все хорошо. По цвету. Ну, если сравнить крышка и заводская краска. На камеру, наверное, не передастся. Но скажу, что небольшой, чуть-чуть есть оттенок. Но так как это свежая покраска, это уже все-таки и полировал, и какие-то нюансы делал. По установке госномера, вы видели, что просто просверлили и закрепили. Также накладка и освещение номера тоже просто сверлом сверлишь, делаешь отверстие и на саморезы прикручиваешь. Раз и навсегда. Плюс я установил дворника, не стал тот ставить длинный, потому что, во-первых, пользуешься редко. Ну, вот такой установил, даже не пробовал, работает нет. По дворнику заодно загнул. Думаю, так тоже интересно получилось. Не как прямая она была. Это лишний раз повод было модернизировать свой внешний вид. По спойлеру. Давайте по спойлеру. Вот он спойлер, установленный на двухсторонний скотч. Вот такие вот поток воздуха создает. То есть заклеено у нас здесь на двухсторонний скотч. То есть по периметру наклеено. И здесь вот так вот тоже двухсторонний скотч по периметру, там где идет соприкосновение с кузовом. Ложится вообще идеально. То есть сделано классно. Сверху это будет выглядеть примерно, ребята, вот так. Как видите, что поток воздуха цепляется и заходит вниз. И сюда пошел вниз. То есть будет тем самым очищать, я так думаю, я так надеюсь, заднее стекло. Сейчас посмотрите, я вам покажу, открою. Ну, вот открывание двери. Легкое, без принуждения, просто как и обычно открывается. Здесь накладку также на обычные саморезы ставишь, жик-жик-жик прикрутил один раз. И потом по ним так и будешь крепить. Вот. Пайка, ну, дверь хорошая. Мне нравится, вот на данный момент нравится. И плюсов, и минусов я не вижу. Плюс, единственное, как я и сказал, что она не будет у нас гнить. Поэтому могу смело сейчас порекомендовать. Авторитет Пласт Плюс смело. Можно заказывать. Двери подходят, без перекосов. По зазорам все получается у нас отлично. Я не пожалел. То есть и не переплатил. Цена примерно плюс-минус одна и та же. Что если заказывать металлическую крышку в цвет, так же по деньгам у нас все и получится. Автомобиль, конечно, стал смотреться поинтереснее. Да, осталось мне только бампер. Бампер никак руки не дойдут. Доделать или металлический поставлю, или надо будет новый заказывать. Ну, так вот, говорю, внешне, с порогами. Сейчас резину грязевую поставлю. Уже будет смотреться автомобиль немножко по-другому, поинтереснее. Тем более задняя часть автомобиля тоже теперь выделяется. Автомобиль. Поддержите мой канал на Яндек Дзен. Все те же самые видео, кому удобно, пожалуйста, Яндек Дзен. Также на YouTube основной канал. Также веду на Telegram канале Нива 0.7. Туда можете присылать любые фото своих автомобилей, видео, писать мне какие-то вопросы. Если со мной хотите пообщаться, пожалуйста, в Telegram канал. Переходите, подписывайтесь, пишите, задавайте свои вопросы, присылайте фото своих автомобилей. Также можете меня найти в ВК. Только там надо писать по-английски Нива 0.7. Давайте подводить итоги. Смотрите, крышка стоит, спойлер стоит. Все в цвет подходит, зазоры все подошли. Моторчик работает, все открывается, закрывается. Никаких минусов нету. Поэтому, кто попал в такую ситуацию, как я, или у кого крышка сгнила, не ищите себе металлические крышки, которые через год, через два, если вы покрасите, начнут свистеть. Вот, заказывайте в цвет, придет на всю жизнь, как говорится, хватит она. Если, конечно, ее не бить. Поэтому, кому нужно, переходите, авторитет Пласт Плюс, или ссылочку оставлю в описании. Можете пройти, посмотреть там не только на Нивы, но и на другие автомобили. Производителям авторитет Пласт Плюс вы мне должны за рекламу. Я про вас тут немножко рассказал. Ладно, это все шутки. Но каждой шутке есть доля правды. Дальше я вам вставлю ролики производства пластиковой двери, производства спойлера. С их сайта я взял, они мне разрешили вставить свой материал. То есть, дальше вам, если интересно, можете посмотреть. Поэтому, ребята, всем пока, всем удачи, терпения, самое главное, с любым вашим автомобилем, да, особенно с Нивайсиком. Вот. Все, будьте здоровы, не болейте. Поддержите мой канал Нива 007 на Яндекс.Зене, на Ютюбе, в Телеграме. В Телеграм-канал можете присылать свои фотки, видео. Будем там с вами обсуждать, если кто хочет со мной пообщаться, также в Телеграм-канал. Пишите, буду рад вам ответить или каким-то советом, или я у вас спрошу совет. Поэтому, всем пока, смотрите дальше ролик. Пау! Вот они, ребятушки, пластиковые двери для Лады 4х4. Стоят все как на подбор. Все очень четко. Сейчас немножко расскажем о них, что они из себя представляют. Итак, вот так они выглядят у нас изнутри. По контуру идет верхнего проема усилитель стальной. Здесь комплектуется дополнительным проводом массы. Также у нас идут 4 болта. Это все уже в комплектации. И для того, чтобы устанавливать дверь, идут 4 гайки Эриксона и 4 шайбы. Все это дело у нас вот так вот обычно прикрепляется вместе с резиновым уплотнителем. Поехали! Стоп! Итак, смотрим. В местах удара вмятин не обнаружено. Также нету ни лопин, ни сколов. То есть АБС-пластик это лайфхак. Как выглядит задняя дверь Лады 4х4 в сборе? У нее есть все технологические отверстия. И также мы интегрировали все, что положено по комплектации. Ручка, декоративная накладка с надписью Лада 4х4, подсветка номера. В нижней части обратите внимание. У нас есть отверстие под моторчик заднего дворника. Все работает. И есть омывайка. То есть все прекрасно встало. Теперь важный вопрос. Как работает и как ведет себя задняя дверь из пластика на автомобиле Лада 4х4? Открываем. Посмотрите внимательно. То, что дверь не сгибается. То есть внутри идет металлический усилитель. То есть она чувствует себя весьма прочно. Как производится спойлера для автомобиля Лада 4х4? Итак, вот это вот самая наглядная демонстрация. Изначально формуется наружная часть из пластика толщиной 3,5 мм. Формуется внутренняя часть. И после этого на специальном ложементе они собираются. Ложемент представляет собой копию крыши автомобиля Лада 4х4, который нам хорошо известен как Нива. Вот эти детальки и так называемые половинки устанавливают на этот ложемент. Специальным соединительным материалом их проклеивают и фиксируют. Фиксируют их на сутки. То есть на каждый спойлер требуется как минимум один день для того, чтобы он отсох. После этого спойлера обрабатывают, снимают лишнее. Опять-таки же подгоняют непосредственно по ложементу. Смотрят прилегания, чтобы каждый спойлер хорошо прилегал к кузову автомобиля. В нашем случае это ложемент. Спойлера прошли проверку. Их посмотрели специалисты. И после этого только их отправляют на подготовку. То есть специальный человек отшкуривает. После этого отправляют спойлер на грунтование. Вот видите. После этого спойлер опять-таки же отсыхает. Его отсматривают, подготавливают. И если он удовлетворяет всем требованиям, то он уже отправляется в покраску. Вот такое вот короткое видео, которое дает вам представление, насколько трудозатратно изготовление одного спойлера специального легкого для автомобиля LADA 4х4. Продолжение следует... Продолжение следует...